Артурыч на думе гонял, Бодяночка как раз совпал, все было четенько. Это было весело. Хорошее, хорошее было время. Надеюсь, Петр так не будет делать. Почему-то я уверен, что Петр так не будет делать. Да, все верно. А только потому, что Лича против Петра нет. Да. Ну а ничего не мешает сейчас им, визы лично харду отправить. Крепа съели, птиц вызвали, замедлили. Пау, пау. Ну и конец игры. Итак, значит, надо подумать команде CDC, что бы они могут взять такого интересного. Например, Эмбер Спирита. Хотят они или нет? Или, а что там в бане? Паэльчика тоже нету в бане, да? Ни Паэла, ни Эмбера. Гондор, например. Заходят, хорошо. Говорят, будем ловить Артизи. Все семьей. И Визаши, Лина, и Тусик, и Хусик, и Гондорусик. Все сейчас нападут. Туэзи, Лина, и Артизи. Ну, на самом деле, Артизи за Рейден говорит, что ему плевать вообще на ваши эти две ганги. И вообще пойдет он на Сейф Лейн. Да. На Сейф Лейн по центру карты для него. Находят и Сейф Лейн. Он туда приходит, туда-сюда, боттл купил и в лесочек пошел. Молодец, Артизи. Хороший парень. Так, забанили Паэла все-таки. Ну да, Паэлл получше, чем Эмбермайстер здесь. Иван, что-то вы затихли. Ваши предсказания по поводу бана. Так, слушай, ты раскладываешь все так, как нужно, Александр. Я же всего лишь ведущий. Мне нужна твоя помощь. Олекс. Называй его Олекс. Забудь о том, что имя Олександр. Олекс Дашкевич. Добро пожаловать. Хорошо. Сергей, что вы скажете? Например, Эмбер Спирита. Э, бана Эмбер Спирита. Они сами забанили Паэла, они думают, а мы еще на Эмбере умеем играть, чтобы было честно. Баним Эмбера сами для себя. Что же они могут пикнуть? Так, она, кстати, на ком агрессив-то будет реально играть? Кроме этих трех героев он вообще играл. Он не будет играть. На Сларке, может, покатает? 4 на 5. На Сларке. Эх, сейчас бы на Сларке-то против Дума еще покатать. Так, а под ультой только драться? Конечно. Аганим. И ты вот уже просто с кайфом. Он у тебя прыгает, тебя первая кидает. Может быть, это Мартрет? А чисто аналогичная ситуация. Против Дума бы сейчас на Марте покатать. А на ком бы сейчас против Дума покатать? Вообще не на Ком не хочется. Все, выходит из кабинка уже отсюда. Ну, Пэл мне симпатизировал как герой. Но, к сожалению, Роттер все понимает. Да, Эмбер не очень, конечно. Но тоже, в принципе, рабочая ситуация. Да он же на Ком он еще умеет. Сейчас мы его видим. На Снайпере. Против Клакверка не хочется, конечно же. Вообще не хочется. Я смотрю на их героев, не хочется в эту игру катать. Надежда, что команда без него выиграет. За Гондор на 23-й жуте 2-го левела такой бегать. Оставьте мне харду пофармить, пожалуйста. А там Икс из этого прогоняет. Говорит, я кэрри. Вай, хотел жесткий пик? Лови. Я еще Доблый Эднид дособирал. Я хотел жесткий пик. Я хотел жесткий пик. Отсюда хотел, вот сейчас увидишь. Они никогда таким еще не играли. Да ладно, постоянно играли. Вот таким никогда. Вот таким всегда играли. Вот пятым, пятым играли. Вот пятым может быть. Ну а кто пятым тут может зайти уже? Урса. Вот. Прямит и не дает Думу просто себя убить. Да, умирает. Против Дума с Клакверком сейчас бы на Урсе. Ну а что на Урсе? Линка БКБ. И побил. Линка БКБ, Саня. Со старта. На На Виксе. Аплодирует Столя. Давай, братик, покажи им. Мне кажется, он очень жесткий на Наиксе. Да все, он очень жесткий. Посмотри, как он будет инфеститься. Самаил на доле. Вторая, вторая карта. Седек против Evil Genius. Первое появление Наикса со времен 2014 года. Здесь и сейчас. Александр, все сделали без тебя. Без. Приветствуем еще раз вас, дорогие друзья. Вторая карта противостояния Седек против Evil Genius. Сосос 0.1 пока в серии. Для ребят из Седек. Формат проведения Best of 3, напоминаю. Ну и после этой карты будет понятно, будем ли мы еще смотреть этот матч. Или будем смотреть какой-то другой матч. После пика Лейстиллера, мне кажется, что мы больше не будем ничего смотреть. Ты прям так в него не веришь? Ну, если только есть какая-то там суперзаготовка с этим Лейстиллером. Если они пикнули Лейстиллера просто потому, что им показалось, что этот персонаж как-то может в этой игре что-то делать. Как он может? Он в баунс-хантер залезает, а не так чу-чу-чу-чу по карте. Ну, да. То есть подобные вещи, в принципе, вытворять можно. Комбинации с Лейстиллером имеются. Там может быть еще как бы ты в тусика закатываешь, ну, залазишь, он вкатывается и там что-то вы кого-то резко минусуете. Но все персонажи у EG очень мобильные. Там вот этот Найт Сталкер достаточно быстро бегает, Клоккер, который может сам там ворваться, Коги и все такое, это очень неприятно для Лейстиллера. Также Дум Брингер, который на тебя просто вешает ульту и пофиг, что ты под рейджом, ты все равно рано и поздно твой рейдж заканчивается и ты погибаешь. И Винга, которая может свапнуть и из-под фокуса Лейстиллера просто спасти. Ну, как мне тоже показалось, что в патовой ситуации оказались CDC на последний пик. Так, непонятно, что было брать на кор героя, на керри героя, да, и в итоге они решили, что Найкс здесь будет более-менее смотреться. Ну, милишник, опять же, против Дум Брингер, но я не знаю. Я не знаю, может быть, пропрутся, может быть, у них получится выиграть стадию Лейнига, может быть, Баунти Хантер наклепает сейчас овер 100 тысяч фрагов, убьет 300 курьеров и выиграет весь игру сам. Я не знаю всю игру сам, но посмотрим. В любом случае, давайте знакомиться, собственно, с персонажами. Итак, ребята из Evil Genius, The Radiant, PPD, Капитан Команда будет играть на Vengeful Spirit, Артисий в Миду на SF, эфир-суппорт на Найтсталкер, на лёгкой будет фармить Сумаил на Думе, ну и Юниверс на Оффлейн на Клокверке будет исполнять. Кой играет визажом, XZ на Тускаре, Гардер Баунти Хантер, Шики Лина и Агрессивка играет у нас на Лайфстиллере. Ну, всё так, мы видим, сразу же через кучу цеплэшек было проставлено в Варды, Вардец вот такой вот довольно интересный от CDC. В Чужие леса поставили, ещё и на Мид-линию тоже. Ну и, в общем-то, в свою очередь, Ига тоже. И заход в свой лес Вардец проставили, и на Уфлейн один Вард был ботнут. Есть ли Сентришники? Давайте посмотрим. Сентрик есть у Гардера. И, конечно же, обязательно у Ига должны быть Сентришники, это в любом случае. Один уже поставили в Мид-линию, чтобы в Артизии не гангали. Ну, а где у нас пока бегает Баунти Хантер? Вот. Чем мне нравятся игры с Баунти Хантером? Тем, что всегда есть за кем посмотреть. Всегда будет один герой, который будет перемещаться из линии в линию, как-то активно гангать, что-то перехватывать. И всегда интересно, интересно смотреть, как будет Баунти Хантер действовать. Пока он решил сделать себе обход. Нашли, кстати говоря, об сервер противника. Там, раздевардели. Нормально, Артизия умудрился залосхитить трёх крипов из первой пачки. Это вообще суперкрутой результат, учитывая, что Лина тоже трёх крипов из первой пачки залосхитила. Вот они не хотят своих добивать, они хотят чужих. Видите, у них это получается. Представление интересное. Лина и СФ в общем-то, поначалу СФ немножечко, мы видим, страдает. Ну, дальше Боттл, дальше Абуз Боттл, дальше Стайки в лесах, и всё будет окей. Ну, а Шики будет пользоваться своими нюками, чтобы крипов добивать и чтобы держать на дистанции Артизия. Если будут стоять без помощи, у каких-то суппортов, всё же будет окей. Так, у Лайфстилера в этом патче Винрейт не самый лучший. 12 матчах он был, и Винрейт только 33%. Ну, вот так вот. Просто очень много в этом патче мобильных героев, которые, во-первых, сами по себе, да, трудно убиваемые из-за одного замедления, которое есть у Лайфстилера. И очень много всяких разных способностей. Гардер пробивает универс, скоки не самые удачные, универсы снова пробивают, и это фраг от Гардера. Делает он удар последней с руки. Ну, так вот получилось внезапно просто два суппорта фактически напали, агрессив даже не принимал участия во всех активированиях. Очень приятно покупать сходу тапочек. Теперь уже можно идти в мид и делать грязь. Надо в миде будет поставить центричник, сразу скушать его тангусом и напрягать. Очень-очень плотно напрягать Артизи, чтобы он тут чувствовал себя не совсем хорошо. Желательно еще во время фарма стаков, когда Артизи будет забирать от этих нейтральчиков, тоже находиться рядом, получить экспу. Гардер сейчас бежит, судя по всему, за курьерчиком. Надо подловить момент. Вот видно, что у СФ, например, боттл пустой. Руну он не брал. Следовательно, вызовет к себе курьера и, скорее всего, попытается прообузить. Но предварительно принесет, скорее всего, себе сапог. Отходит в леса. Здесь вот уже гардер-сентричник поставил на то, чтобы заблочить отводы. И по-прежнему держится в кустах. Артизи, кстати говоря, может встрять. Если кто-то потянется к баунти-хантеру, даже Линан, например, не побоится зайти куда-то под Тауэр, они могут попытаться и СФ убить. 423 хп всего лишь, без стиков. Его гардер почти в Солянову мог бы убить, если бы был у него третий. Он бы сейчас реально в Солянову убил. Тычку такую неприятную отвесил. Спауны новые не делаются, конечно. Ну да, СФ и СФ вот здесь крайне-крайне неприятно стоять на этой линии. Лина уже впереди. Ну, пока суппорты мы видим у ребят из ЕГА заняты. Они занимаются отводами, причем отводят сразу много-много спаунов и получают деньги на двоих. И экспириенс, что самое главное, скоро появится уже левел третий у того и другого. Ну и вот Фир, конечно же, дождется появления первой ночи. По кровам ночи будет разрезать воздух и пекать-пекать из линии в линию, курсировать, напрягать противника. Но пока рановато, видимо. На легкой линии Сумаил пока довольствуется фармом. 23 на 6 у него крипстат. Крипстат хороший, крипстат лучший на карте. Плюс ко всему использует 2-аур для фарма. Следовательно, фарм будет увеличен. Фейзы уже есть. Так что полный порядок. Так, что касается Агрессива, ну, у него по гриппам немножечко похуже. Но в целом тоже особо не схватает. Ну да, вроде как ему никто не мешает ласхитить особо-то. Там Клокверк немножко там... Но, опять же, Клокверка убили, поэтому немного непонятно. Ну ладно. Так, метила попытка зацепить Артизи на станчик такой халявный от Шики. Артизи не подставился, ушел. Соответственно, подключение Гардера тоже не прошло. Ага, сто на топе. Так, Шики будет в боттл забирать. Было подключение от Фиры. Ну вот, Фир, Фир уже начинает активно действовать. Поставили они обсервер, сантришник поставили, чужой сантрика и убрали. Смог проюзали. Вот сейчас очень важный момент. Смогут ли реализовать своих героев первой ночи? Тут хаста Улины, поэтому, по-моему, никак вообще не получится. Да, Миду-то понятно, да, что не получится. А вот может быть на топ перетянуться. Там же вот есть такой сладкий-сладкий виседж. Может быть даже пробуют Найкса огорчить. Вот, они туда и устремляются. Фир пошел первым. Есть у него второй Войт. Саленса пока не имеется. Подключается также Клокверку. Слишком далеко зашел. Получает стат. Юниверс тоже здесь. Прожимает батарейки, зажимает в Коге. Ракетку тоже дал. Войт дает эфир. И в итоге сделали они один фраг. Ну, получилось. По сути, они не столько много уже получили, учитывая сколько времени потратили и то, что еще смолки на это были использованы. Было бы твой необитный, если бы ничего не сделали. Согласен, согласен. Клокверк зато теперь чуть по комфорту себя на этой линии чувствует. Плюс он может немножко агрессивно напрягать. Ну, агрессив. Вгрызается в Юниверс. Под рейджом. Грызет его очень больно. По-моему, это самый очевидный байт. Но он прячется. Есть инфест. И Крипочком сам пошел, 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 вылез. И все. Ну, вот на следующий раз, в течение этих полторы минут, можно попытаться еще разок навестить этого самого Найкса. Может быть, попробуй забрать. Да, Сэфа по-прежнему задолбывает в миде. Крипсет у него все же хороший. Какие-то стаки были, он их зафармил, но сейчас уже не подстакаешь. Заблочили. Снова обратите внимание на Вижен, на те варды, которые проставили. CDC в этой карте. И на миду один вард стоит. Чужие спауны заблочены. Там Сентришник. Тут обсервер. Другой обсервер, который был на первых минутах поставлен, уже потерялся. Уже пропал. И прям все в ладони. Вардинг очень качественный, да. Все под контролем. Все под Вижен. Ну, вот видно, как сейчас переместился Найдсталкер на нижнюю линию. Вместе с Сэфом Труну забирают. На топе, значит, будет посвободнее. Туда же уже сместился Гардер. Что хочет Гардер? Гардер хочет чьей-то крови. Ну-ка. Ну, а Думаил пока просто фармит. Думаил? Да. Думаил. У Думаила есть Дум. Думаил с Думом. Есть у него уже ТПшечка, поэтому если где-то начнется экшен, сможет прилететь. Еще один вард агрессивный. Снова поставили CDC. Вот я открываю просто их Вижен и фантастика, сколько они видят. Сэ фармит. Найдсталкер бегает. Все видно. Юниверс перемещается. Шикарно. Конечно, в таких условиях как-то пропустить какой-то Гард практически невозможно. И все возможности на эксталкера в этой ночи, они были сведены нулюк, нулюк. Делаются стаки в лесу. Понятное дело, что Сандришник уже пропал. Можно продолжать играть на Артизе. Того, чего они добиваются. Сначала. Ну, ты знаешь, сначала довольно спокойно получается. Счет 1-1 всего лишь за 7 минут игры. Сколько интересно, Сэмэл сыграл игры Думом. Ну вот, я думаю, наш многоуважаемый статсмен нам выдаст эту информацию. Да. Вообще, кажется, как будто это не профильный герой для него, да? Ну, да. Он же ж у нас редко вроде на нем играет. Вот поэтому интересно, сколько он вообще сыграл. Хотя бы. Не самый как бы сложный герой, так сейчас подумать. То есть на нем даже нет никаких там нюансов, каких-то аспектов. Есть какие-то вот персонажи, да, которые вроде в использовании простые. Например, Клоппер, да. Но по сути он, ну что, у него там способности довольно-таки простые. Легко играть. Но у него очень много аспектов, как эти, вот, как себя действовать, как себя вести. Так, сей, герой, Сноубол, Инфест есть, вышли, Самаилы пытаются с Расказ-то забрать. Самаил, не знаю, чего делать, но слишком много героев вокруг него появилось. Он этого явно не ожидал, и это килл. Тут включился, да, еще и Шики, и можно попытаться даже немножко табор подгрызть. Кстати, за маленьких Думоэльчиков ничего не дали. Ну, я думал, что за них там какую-то голодишку дают, когда убиваешь. За них ничего не дают. Обидненько. Ну, да. В любом случае, Гардер, Гардер с Инфестом, вот это самая стратегия. Инфест в Баунти Хантер или какого-нибудь Тускара под Сноуболом вырываешься, внезапно появляешься и убиваешь. Активный Найкс, это хороший Найкс. Ну, вот. Первая игра. Дебют, у Мсумаил тебя. Тебя уже разочек тут огорчили. Я думаю, что это будет повторяться. Да, Динасу очень пикнули, учитывая, что персонаж такой довольно сладкий для лайфстилера на начальной стадии, потому что армора не очень много, а у лайфстилера вообще один физдэмэдж. Вот. Он разваливает кабину очень жестко. Вообще, мне очень нравится играть EDC в этой карте. Они полностью заблочили возможности СФ пофармить нейтралов, да, в большом объеме. Они убивают Дума, они гангают, они бегают. Это круто. Фьюр, Тевренин, таку. Но так себе это выглядит. Попытка убить Ку. Фьюр, конечно, очень хочется устраивать. Не получается. Слоквер себе уже добил 6-й левел. У него все достаточно неплохо. Гардер в инвизию. Центричник. Поймали Гардера. Приплыл. Привет. Юниорс потянулся, кстати говоря. Можно продолжать атаку. Есть у него кукшот, но, видимо, не увидел он этого агрессива. Агрессив просто-напросто на ноге смотался. Хотя можно было пытаться продолжить. Можно было бы, можно было бы. Но что-то не захотел. А у него маны нет, да, на кукшот? Нет, была, вроде бы. А, батареи нажал. Да, да. Тогда у него, получается, не хватило бы на батареи. То есть у него все равно было мало маны. Как ни крути. Тогда либо коги не нажмешь, либо батареи не нажмешь. А он, по-моему, после кукшота вообще бы ничего не нажал. Ну да. Что-то так. Ну и фармит у нас спокойненько пока Артизи. Отстали немного от него. Вот эти вот все зарубы на других частях карты, естественно, на руку SF-у. Возвращается в игру и уже практически топовый Нетворс. Имеет, чуть-чуть отстает от Шики, но я думаю, это такое. Быстро перегонит. Ну да, Шики же тоже нейтралами занят был. Людям тут тоже стаки фармят. Так что более-менее деньги у него появились. SF-чик в этом плане очень жесткий. За 75 маны как бы ты даешь скилл на 325 демеджа ауешный. А за 150 маны ты просто сразу пачку крипов убиваешь и перемещаешься к другой пачке. Та же Лина подсадараться не может. Подороже, подороже стоит у нее проказ. Согласен, согласен. Вот смещается сейчас Артизия на нижнюю линию. Здесь Сумаил. Есть у него наконец-таки Волк. Базилиус активированный. Пытается подопречь немножко Тавар. Так, Глифом пока реагирует Сидди Си. Давайте посмотрим, если тпшки-тпшки имеются. Четыре штуки. Можно бы попытаться... Посмотрим, зарядить ситуацию. Вток, блин, уже все. Там Глиф просто воткнулся по баллисту и не мог пройти. Довольно интересно. Реборн, что ли, опять? Реборн. Лайд. Но прогнали снизу противника Твери МСи Ти Си. Очень, 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 очень пока спокойная игра. Крайне спокойная игра. Все уходят в свои леса, подфармливаются. Маил высовывается, не хочет подставляться тоже. Взял на себе Драма Фэндженс. Есть у него ультимейты, пока он его никуда не тратит. Фир в очередной раз обнаружил, что стаки здесь не делаются, не появляются скрипы на этом кемпе, поэтому... Магия какая-то, волшебство? Крипов нет? Баги, баги. Ну блин, Тускар 7-й левел себе поднял. Хардлайнеры вообще в кайфе. И один и второй. 7-й левел одного, 7-й левел второго. Прям... Играют. Ненапряжная игра такая, свободная для всех причем. Каждый, кто хочет, он фармит. Чудесно получается. Ну бегает гардер, конечно, нужен левел 6, пока только 4-й имеет. Дали возможность Тускару дофармить себя. Два комбутцов. Смотри, как стоит Сэндрик Вард. Чуть-чуть прям не видит Апсервер. А вот Апсервер, кто поставил гардер, скорее всего, мог бы быть обнаружен. Апсервером. Видел или не видел Вард, сложно сказать. Ну, в любом случае, посмотрим сейчас. У Фирра нет пока Сэндричников. Пробегает он здесь с просветкой. Юл. Вот, появляется у Лины Юл. Там, по идее, должен был уже откатиться инфест. Да, Баунти Хантер всегда готов. Есть смок от Виседжа. Вот сейчас будут проявлять активность CDC. И активность-то будет снизу. Шестой левел бы еще на Баунти Хантере был вообще замечательно, потому что трек киллы это самое приятное, что может быть. Сэндголем выходит такой, а там Фамильяра залетает. Фамильяр один упал, второй упал, приостановили Фирра пока. Фамильяра бы спасти сейчас, конечно, не отдавать бы лишние монеты против противнику. Ну вот Сноубол, пошла атака на Фирра, залетает XZ, дал валраспанч, дальше Шики продолжает рассказ, Фир, но ловит Дум. А вот Дум неприятно был, и Рейкл в агрессе спрятался, пока Венфест вылезает из него, пытается просто-напросто уйти. Шарды мимо, и все живы. И все живы, действительно. А Гардер перехватил Курьера, перехватил Курьера, нет, перехватил Курьера, он сделал один удар, второй не дал. Да, ушел, ушел, ушел. Поехали. Почти, почти. Почти шалость удалась. Гардер Рочек хочет, например, регенерация. Хочет, походу, обузнуть Курьера, но увидев регенерацию, понимает, что это ему не потребуется. Бежит, бежит довольный. Так вот, говорят, Доминатор-то есть, а за счет этого Доминатора как раз тот самый Мат Голем был вызван. Интересно. Интересно тоже, да. То есть он не стакает, элементарно можно было использовать астаков, но он решил таким вот образом проюзать этого Голема. Что забавно, кстати говоря, не покупает Микадзу на свою команду. Да, там пока делается с Тумбрингером Владмир, а вот Мекки мы не видим. Ну, казалось бы, таких... Ну, вообще, есть Лина, если что, с прокастом, которую стоит пережить, и Тускара тоже. То есть в Мекке есть смысл, против вас уже нет Инш-то Парижина. В Мекке почти всегда есть смысл. Ну, практически, да. В греких исключениях, когда там аппарат сильно наклеит. Ну, вообще, Артизи решил такой более убивающий билд пойти. Сейчас он после Доминатора полторы тысячи моментов имеет. Сейчас смотрим, что будет дальше. Ну, справились с нижним тавером СТС. Вполне спокойно, не было сопротивления стороны противника, топ тавер не отдают. Агрессив, судя по тому, что купил себе Хелм, возможно, выйдет в Армейтов Мордикон. Возможно, он тоже будет Доминатор. Тут большой вопрос. Хотя, думаю, в Доминаторе нет смысла особого, да? Это очень довольно серьезная наглость. Да ладно! Буквально чуть-чуть не хватило, чтобы поймать Артизи. Он же еще и затопрошился не на базу, поэтому телепорт был немного дольше, чем обычно. Почти встрял. Так, просветил Юниверс в Гардера. Залетает на хукшоте, ставит коки, есть батарейки. Гардер прекрасно понимает, что он здесь, скорее всего, просто погиб. А вот сейчас перехват на Артизи, возможно, появятся шрики, Юлл дал, есть станчик, Лагуна Блейд, Драгон Слейв и залетает конкаст. Так, Солл Тарфан, конечно же. Есть фраг. Ну, такой размин получился на руку Сидиси, очевидно. Потерять Баунтихантер это не проблема. Там у него самый слабый нетфорс в команде. А вот забрать СФ с топнетфорсом, это круто. Баттл Рекаб не успел нажать. Ну, там, я тоже что-то нажал, ничего, в общем, интересно. Обычный, стандартный как бы фраг 480 голды, вон, так написало, что дали. Ну, еще один тавр сносит Сидиси, ты знаешь, вот, если по фрагам там все примерно ровно, то по товарам давит Сидиси. Так вот, довольно серьезно заходят и тавр за тавром забирают. Ну, даже достается тавр. Там уже поинт-бустер. Нас, счет от его графики пока мы пошли 0 как раз. Так, миди, Фир получил проказ, хватит демо жушеки с руки, Кибир погибает. Шики даже безлагонно Блэйд справился с Найт Сталкером. Там дальше Агрессик еще заходил куда-то. Да, все-таки в армлет он будет выходить по артефакту. И опять все в вижене, просто все перемещения противника видны. Вот сейчас ЕГ заходит на Рошана. Что есть у них на убийство Рошана? В беде нет какого-то там никакой-то медальки. Пытаются просто руки пробить за счет Владимира, да? И за счет того, что у Артизии есть пассивка на один. Ну, хоть как. Интересно, догадаются ли ребята из СДС? Ну, просто какой-то вижен дать сюда. Китай-шарт шальные могут залететь. Диаз настолько неожиданный был врыв. Ну, вот сейчас, по-моему, перетягивается Экзи. Хорошо, потому что упал. Хороший мув. Хороший мув ЕГ. Полявочка. А вот ХЗ ты можешь перекладить, попытаться Айшарт дает Сумаилу на ход, закрывает, он в итоге ППД. Там еще гардера просветили. Должны его здесь забирать. Минус гардер, параллельно драка у нас проходит. Коги очень хорошие, отталкивают практически всю команду. Непонятно, чем улетел универсал. Вообще непонятно. Шик, конечно, получает здесь Дум, рассказ Ку-Ку. Ку пока жив. Судо Самшин должен по идее погибать. Но нет, Коги сживает Сумаилу под фокусом от Агрессива. Агрессив слишком замедлен. Догнать в итоге не может. На развороте. Армлет хорошо забузил Армлет. Еще разок, еще разок. Игрызть. Валерас Панч Агрессив. Получает проказ. Как же он им играет этим Армлетом? И остался только сортиз. На сортизе шутки плохи. Десять юрны. Чуть-чуть. Чуть-чуть десять юрны. Заканчивается десять юрны. Очередной обуз Армлета. Фамильяры подсейвят. Игрессив это понимает. Как же он играет этим Армлетом? Агрессив, агрессив. Фантастика. Конечно, пока там вот эти сражения с Липа теряли парочку персонажей и ребята из CDC. То есть погиб Баунти Хаттер, погиб Писадж. Но в результате убил по 4. И там вроде как Гардра сразу подрезали. Вроде как все хорошо начиналось. Но судя по всему вот этот Баунти Хаттер, который на себя внимание отвлек очень многое решил. Шики. Первым артефактом выходит БКБ. Ну вот так вот. Там станы, саленсы и прочая гадость. Реквимы, шадоу-рейзы. Против всего этого хочется иметь ту самую БКБшку. Я думаю, что и другие персонажи в CDC закупят себе этот артефакт. В частности, вот ХЗ, например. А, Артизи-то остался с Айгисом. Его даже не выбили. Да, да, да. Не смогли его единственного, кого убить. И вот смог снова осить DC. Тут можно будет найти сейчас Сумаила. Выходит у нас товарищ агрессив на Сумаила. Тот ускоряется. Но получается снова Балл Балл Респанч и сразу же туда залетает нюк от Ку. Это минус. Сумаил у нас умер. И в итоге его тиммейты просто отпекают. И будет потерян еще один талар. Как же круто играет CDC. Вот если в той карте они полностью проварили стадию верлигейма, то сейчас они просто-напросто выигрывают. Да. Здесь прям совсем обратная ситуация. Причем преимущество они начинают набирать очень серьезно. Ведь появился трек у Гардера. Вот эти вот агрессивные мувы, постоянное нападение. Мне нравится этот голем. А, ну. Пошел. Что-то немного побитый. Ну ладно, еще на фонтане походу похилится или что, я не знаю. Кого нашел просто, правда. Там был другой голем, который фуловый. Почему он побитого залез? Непонятно. Ай-яй-яй, ай-яй, 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 ай-яй. И так сойдет. Ну вот смотри, заходит. Чекает так, да? Так. У нас утро. Вот, куда ходит? What the fuck? Вылезает и сразу же победит. Там реквинг хочет кастовать Артизи. Вкастовал. Таким, победит, высвапывается, пока жив. Но ненадолго тускар скидает его, балраспанчим дальше залетает в товарищ Юниверс. Юнивер задал флукшот перед своей смертью, это минус 2 уже. И Самоил с Артизи понимают, что все-таки, наверное, 3 на 5 уже драться не хочется и убегают. Да, очередной достаточно такой дерзкий мув. А вот если бы он считал своих эншинтов, которые там были, увидел бы, что одного не хватает. Понял бы, настолько жестко. дальше агрессивно, Артизи снова вешаются треки. Ты знаешь, по трекам это графики очень уверенно идут вниз. Я тут посмотрел, CTC уже 5,5 ведут, а это же на 20-й минуте довольно неплохое преимущество. Там кулдаун всего 4 секунды, рейндж каста просто бешеный, анимация тоже как бы ментальная практически. Поэтому вешать треки для гардера вовсе не проблема. Сходу себе покупают верну. Сия появляет свой СФ-чик. Под вардом бегают. Хотят с Артизи, но у него Егис. У него еще до сих пор Егис. Поэтому и убить его не хотят. Хотят убить Сумаила. Есть свапы. Ну, такой слабый на Блэй Бебеде. Сумаил Тусои повесил, повесил он на Шики, но Шики пока живет, у него все в порядке. Сумаильчик живет тоже. Агрессив. Убежал. Тут получается убить Тускара. Агрессив. Формлета будет. Против всех стоял, боевал, так и смог сделать этим драк. Сам не подставил. Схукшот пошел в гардер. Гардер тоже сцепили, убили. Азминадин в два. Вот здесь не самая лучшая драка получилась для Сидисим. Ну, там ты просто бы видел этого ИСФа. Ничего не страшного. Стоит. Четверо его пинайс без фамильяр он разворачивается. Одному. Второму. Шадор Рейс. Первый. Второй. Ближний. Ну, он за Саегисом. Конечно, ему бояться нечего. Ему нужно было там драться при любых истарных дизайнах. Кууу, фамильярами красавчик. Сильно. Просто сильно. Так, а если посмотреть на таблицу индивидуальных надворсов, что мы там увидим? Видим, что, конечно, Арктизи красавчик. У него там с фармом все более-менее окей. Но вот остальные герои, это как просажен. Даже Дум, тот, который был с легкой линией, казалось бы, которого есть Деваур, имеет только четвертый надворс на карте, причем с диким отставанием от Лины и Найкса. Это такой вот тревожный звоночек. Есть такое. Есть такое. Очень сильно отстает. А это для Думбрингера, конечно, неприемлемо. Обычно, думаю, впереди, даже если их там гнобят. А уж если это Думбрингер с Изилейном, он должен впереди планеты всей быть. Но что-то не заладилось. Миказму, Тускарен, почти Огонимчик, Изаж все это делал. Там буквально полторы тысячи дофармить надо. Какими темпами, с треками, я думаю, дофармить получится. Рина там с этим ПКБ уже опасная подруга. И Лайфстиллер делает себе Яшу. И пока вот вроде... Ну, это, наверное, будет Башар по идее. Но куда его пихать? Не с Энджин Яшу. Ну, может быть, Сью доделает, как вариант. Там штапов себе подбавить. Я думаю, в принципе, конечно, Башар бы бахнул. Но он сошел Яшу. Может быть, рановато пока. Ускорит еще по фарму немножко, когда драк не происходит, например. Ну, типа, Яша есть тот самый ускорятор. Сэнджин не особо ускоряется. Это был пятый к Найтавер. На этом турнире всего лишь. Только из матчей было не сыграно, слушай. Всего пять таверочек. Издана она была. Так, ну вот некая попытка, такая тига была забрать топ-тира-один тавер. Не увенчалась она успехом. Ну, видели сопротивление. Стороны CD и Си поняли, что, скорее всего, могут устрять. Просто отошли. И снова под вардами противника они пробегают. Как же вот нужны Фиру деньги, чтобы купить себе Аганим, купить себе тот самый из-за частных гем. И вот это вот, все вот эти вот vision просто поуничтожать. Ну, что, ну, видно, видно, видно. Ну, пока еще, учитывая, что Фир играл у нас на позиции суппорта, если он купит на 22-ой минуте Аганим. Ну да, понятно, что не сейчас, конечно, но очень нужно. Чем раньше, тем лучше. В общем, имеется очень даже хороший NetWars. Но все это потому, что Винга у нас прям фул суппорт. Полностью все-все-все на Питер Даггере. Так, Натерин Картер имея в себе на Икса пробежался, раздевал одну точку. И по-прежнему имеет возможность неплохо синициировать. SF на халяву Тавр забрал. У кого дела по-прежнему хорошо, я только у Shadow Finder. ГПМ у него сколько там? 551. А у него уже три там четыреста голды сверху. Я даже не знаю, что он там в себе сходу. Ну, наверное, БКБ купит, что, по стандарту. Тут против таких героев, как у CTC, наверное, без БКБ ловить нечего. развалят очень быстро. Ну, да. Это довольно наглая игра на самом-то деле. На, у него хаста, я понял. Поэтому он такой дерзкий. Пытается уйти. Здесь его на перехвате в принципе можно попытаться, но, опять же, он... Опа, внезапный тэп-аут такой. У Картера, конечно, был шеликентос, но надо было бы еще и увидеть. Да, действительно, быстрый, дерзкий, как более резкий, да, ну или как там. Пробежался, SF ушел. Да, действительно, будет БКБ. Сейчас себе там армит его. Так, а что там у Самоила? Это как у него дела, вообще? Самоил? Плохо у него дела. Посредственно. Плохо у него дела, пытается нафармить даггер. Судя по всему, явно не совсем понимает Самоил, что этим думам делать, как им играть, с чем его кушать. Там уже Гарден, Грифс, появляются у товарища ХЗ. Воу, воу, воу. Только недавно была Мега, тут уже все, подхил жесточайший. Появятся аганимы у Шики и у Куи. Я не знаю, что будут делать ЕГЭ. Они еще и не предпринимают таких попыток как-то выбраться из этой ситуации. Они... А, на чистом фарме, кстати говоря, идут неплохо, если посмотреть, когда драк не происходит, а нет игровой деньги. Ну, конечно, тут большая часть денег уходит к СФ, но тем не менее. Так, вот сейчас может получиться что-то. Забегают ребята из-за ЕГЭ. Синициировали в Шики. Шики включает БКБ. Понимает, Клокверк, что лучше не стоит против него драку. С руки разваливают. Очень жесткий демон с него обрушивается. СФ раскастовывает свой ультимейт. Шики, сват Шики не отпускает. Минус. Дальше СФ разваливает кабины. Игзи тоже сидит в таверне. И в итоге минус 2. Ну да. Получилось очень быстро убрать Лину из карты. Никто даже не успел подтянуться с ЕГЭ. Внезапно атака от ЕГЭ довольно успешная получилась. Отыграли... Ну тут вот неполный батл-рекаб, судя по всему. Отыграли довольно много денег. Потому что Лина была топ-1 по нотвору в своей команде. Ну и сразу же можно попытаться подкрепить выигранный файт путем сноса тир-2 тавора. Залетает Сумаил на Агрессива. Просто дал ультимейт. Ой, Агрессив застрадает. Получает станд. Агрессив падает. Ой-ой-ой. Как же он тут подставился. А что в принципе он тут мог сделать? То есть рисковать собой было ноль смысла и Агрессив все равно подставился. А у него нет байбэка. 40 секунд без него можно идти на Т3. Т3 за 40 секунд можно успеть даже поломать. Не знаю. Не знаю. Тэвил Дженниус сабетом. Конечно же будут разворачиваться и убивать Рошана. У них есть запас минуты такой. И да. Но вот на ровном месте DC все преимущества, которые у них было просто растеряли. Более того, сейчас ЕГи после забора Рошана будут уже играть первым номером. Да, Сумаил, который очень сильно проседал поначалу, сейчас уже возвращается в игру. А тут уже поймали Эгзи. Как же они подставляют. Сушики здесь. Дал стат. Дал Драгон Слейф и Лагуну прописал в Сумаил. Сумаил. Пешеная регенерация Сумаила. Трек на него вешает, но все-таки даже с такой регенерацией получается убить. Фомилиара подлетает. СФ забрал Аегис. Фира подстопили немножко, но продолжения атаки нет. Вот пытается как-то залететь Эгзи, но у него был кулдаун на Сноубол. И в итоге разбегаются ребята из ЕГ. Ну да. Ну да, ну да, ну да. Ну думаю убили. Хотя бы так. Было бы ужасно, если бы они еще дома не забрали. Но в любом случае СФ снова идет в отрыв. У него только-только недавно появился БКБ. Теперь уже 2. 900 в кармане имеется. Подходит следующий артефакт. Критизе Сумаилу не очень доверяет. Подчинил себе волка. Чтобы уж точно аура была. Тут мало ли, Сумаил-то. Дохнет, дохнет. Стакалась аура, которую, ну типа, съедает, думаю еще от самого волка. Типа, это вообще его эпик. А не слушай, а вдруг? Вдруг? Может быть, реберн так работает? Мало ли, может она поменяется. У них вообще есть альтернатива, да? То есть такая запасной вариант в виде пассивки от Avenger Full Speed, который тоже дэмэдж дает. Аура, 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 аура получается. Не, ну пассивка венги стакается с... Ну это понятно, да. Просто дополнительный урон такой жесткий получается. Так, и все начинается с самого начала для CDC в этой карте. Казалось бы, безговорочная победа в early game, mid game тоже под контролем, но вот одна драка и все переворачивается. Ну это на самом деле довольно-таки закономерно. Единственная причина, по которой сложилось такое впечатление, что CDC выигрывает, это потому, что они постоянно убивали Doom'а. А SF'а-то они не убивали, а проблема-то не в Doom'е. Doom' один хрен, от него что, он там даггер свой нафармит, как его не убивай? Повесит свою ульту вот так вот в лайфстиллера, и лайфстиллер превратится в кусок мяса. А SF'а никто не трогает, а SF'а имеет 15-тысячный творца. Лина это, конечно, неплохой герой, но против SF'а с 15-тысячами явно ничего не сделает. Есть такой момент, и вот есть момент также такой, что нужно задуматься о том, что покупать для Nike, чтобы он не получал тот самый злосчастный Doom. То есть пережидать особого смысла нет, потому что Doom будет держать свои цены. Да, ты переживешь его 100%. И тогда какую-то линку кому-то покупать. Не отдавать Doom'а. Есть мнение, что Doom'а отдавать нечем его быстро зафокусить. Даже вот в прошлый раз он прыгнул, так вот, да, достаточно опрометчиво. Он очень долго жил. А если идет какой-то файт, готовится файт, вот в замесе вообще есть просто 5, грубо говоря, 4, точнее, мяса. И вот один SF, который, кстати, сам тоже очень толстый, но при этом он ДПС-ит люто бешен. Ой, там в среднем был заход под смоками, но битер, все прекрасно. Ребята, из ZG залетает сразу же ультимейт в агрессиво. Под Doom'ом он просто старается уйти. Типа или Гарден Грифс и до конца Шул Артизи под БКБ, но кого догнать не могут. Потому что после кукшота уже ничего не было. Минджефул Спирит находился далековато, поэтому с ватом тоже не цепляло. Ну, прочитали момент ЕГЭ, но вот грамотно-грамотно зайти не получилось, вот теперь уже ответная атака от CD-C. Должна была быть, должно было быть преследование, но никого не зацепили. Очень вовремя EG отступили, они поняли, что это был довольно жесткий развод на Doom, без Doom'а на лайфстиле и драться. На самом деле могли бы, мне кажется, если бы они дрались и не убегали, было бы норм. Просто, наверное, больше даже не из-за того, что Doom профукали, а из-за того, что SF-BKB прожал. SF-BKB прожжимая БКБ, никого не убивает, замес не стартует, и это было проблемой. А так, я думаю, что даже с профуканным Doom'ом можно было бы драться вообще без проблем. Этому рисковать просто не захотели. Да, ну просто у SF-а есть АЕГИС, но прожатый БКБ, это уже точно нужно было отступать. Можно не париться. Так, ну вот мы видим, что ЕГЭ у нас потихонечку выходит вперед. Вот они выиграют там порядка двух с половиной тысяч монет. Столько они еще не выигрывали в этой карте вот в 29-й минуте. Да, ну камбэк, опять же, да, то есть они же отставали там примерно на 7 тысяч и вот так вот камбэкнули и уже лидируют там на примерно 2 тысячи. Соответственно, отыграли 9 косарей голды. Это очень неплохо. В большинстве это, наверное, отражается на каком-нибудь Думбрингере. Теперь он себе еще и плэтмейлы взял. То есть физдэмэдж, который раньше там на него обрушивался бешеный, уже будет не так жестко его калашматить. Но опять же, есть Лина и как-то пытаются это выдумок и контролировать. Но так как у Найтсталкера уже есть аганим, Думбрингеру прыгать и кого-то ловить своей ультой становится не так сложно. Соответственно, ну и плюс еще кла-кверку гораздо легче врываться с хукшотов. В общем, инициация у ИДжи противник видит не дальше своего носа. И тут это помогает хорошо позиционироваться. Да, очень сложно. Очень сложно ребятам из CDC. А Лайфстиллер это герой, которому вообще нельзя ошибаться. Он, если начал драку, если он там нажал рейч и начал кого-то бить, то все, уже нет возможности отступать куда-то. Ты уже дерешься до конца. Это понятно, да. Вот помогает тут самый Дартнус хорошо позиционировать себя в замесе для ребят из Evil Geniuses. То есть ты подгадываешь момент, располагаешь своих героев, вырываешься как нужно, вообще пока пауза. Какие-то проблемы были у игроков. Вот сейчас они готовы стартовать. Буквально. Ну, кстати, турнирчик проходит очень даже хорошо. Только в первый день были какие-то небольшие там проблемки, а потом прям все чики-пики. Замечательно. Действительно, хороший турнир. Итак, игра продолжается. Смотрим дальше. Aegis пропадет у нас через 2 минуты. Все равно идут CDC вперед. Ну, пока... А им и сидеть ждать нечего. То есть они дождутся просто того, что потом их вообще райт-кликом разнесут. Знаю, что у Самаила пока нет ультимейта, поэтому, в общем-то, могут немножечко так поборзеть, понаглеть. Отправляются сносить Тир-2. Есть глиф. Ну, что, глиф срабатывает. Пока тот самый гем появляется Night Talcera. Как же много тут замес, конечно, дал ребятам из ЕДЖИ, потому что они сразу закупили себе огромное количество артефактов. Тут Night Talcera, который бегал без ничего, сейчас имеет самый настоящий такой хороший чатальменский набор на своего героя. Снесли Тир-2, немножко подбили ЕГА Тир-3. Надо же сразу делать ТПшки, Open Bounce на Артизе. Он не боится, разворачивается, продолжает месить Тир-3. Нет глифа здесь, и Артизе вот так вот просто снял львиную долю здоровья этого тавра. Не приятно. Так, Фамильяров нельзя тратить, Фамильяра потерялку. Есть Аганим, но теперь из трех осталось всего лишь два. Надо аккуратнее, аккуратнее. Да, и у него в кулдаун новый призыв этих Фамильяров, поэтому и правда надо поосторожнее. Трек повесили, очередной Open Bounce. Да, ну ничего страшного. Барак. Не самый страшный. Барак бьет, кстати говоря. Аганим есть у Лины. Так, пошел у нас Агрессив под рейджем. Артизе пытаются снять. Сумаил заходит просто, Ашики дает ультимейт. Ашики без лагуна плейд такой себе. Шики в таком фронте будет падать. Сумаил там без хп практически, есть реквием, забирают Токидума, приостанавливают движение Куи, есть свап, его отличный замес прямо обратно вернули. Пробивают Фамильяров. Это один в два драка. Приходит Агрессив снова. Open Bounce снова в артизе. Артизе не распорачивает. Поэтому дерется до последнего. ХЗ лоу хп. ХЗ тоже погибает и падает в барак. Есть байбэк от Пускара. Лина в игру вернуться не может. Потеряли медлинию ребята из CDC и сейчас ЕГЭ нужно просто пытаться уйти. Агрессив продолжает погоню. Кого цепляется? Универс. Есть Open Bounce. Рейдж дальше. Хороший форстап. На фигурт залетел. На телегурт не хватает. Маны очень обидно. Должны они конечно догнать этого подверка. Да нет. Остался всего лишь один Агрессив. Получает он Саленс. Пытается как-то уйти. Фир идет до конца. Кидает нас в бой. Рядом ХЗ пытается как-то помочь. Дает Ice Shards. Стан в Агрессива. Есть Snowball. Артизе. И смогут ли убить ППД? ППД. Да ладно. Он жив. Агрессив снова убегает. До конца за ним. Погоня. Агрессив. Бой. Пытается играть Арметом. Выиграет ли он в Армет? Пока выигрывает. Под Саленсом вновь. Там уже респаунится CDS. Скоро появится Лина. Фир немножко подстрелил. Трек самый ППД спасает своего Night Stalker. И ППД ты по однагдую пытался сделать. Не отпустил его конечно же никто и никуда. И в итоге потеряли только получается Vengeful Spirit. Ребята из EG. Ну да. Файд действительно получился очень-очень затяжной. Что-то как-то да. Немножечко такой некий папчик произошел в один момент. Ну на наступлении висело много треков. Поэтому CDS хотели подрезать вот этих вот отбившихся от стада. Но не особо получилось. Это именно что не получилось. И я просто смотрел в этом замесе за Артизи. Кто-то что-то кастует. Идет Найкс. Казалось. Пода грозный Найкс такой с армблетом с рейджем. Артизи стоит на месте и просто его бьет по щекам. Вообще не теряюсь. У него был Аегис. Поэтому что вообще? Нет. Даже после Аегиса. То есть там он просто где-то у Найкса не боялся. Посмотри какой там билд. Огромное количество урона с руки. И у него и лайфстил бешеный. Он же и от Владмира лайфстилится и от Доминатора. То есть там за один удар ты восстанавливаешься очень много хп. Так, ну смотри там терение МСДС. Пошли под смоками. Пошли камбэчить в эту игру. Лина очень хочет дать свою лагуну Блэд. Не зря же она Аганим-то покупала в этой игре. Забегают чужие леса. Вот сейчас они найдут противника. Видят здесь Сумаила. Залетает Сноубол. Сумаил дал конечно блинкаут. Но недалеко ушел. Юниверс ставит Коги. Они могут быть защитными кстати. Агрессив переагривает на Юниверс. Есть опять ультимейт Шики. Был реквимен сдалека. И теперь на развороте будут уже убивать ЕГ. Пошел Артизи под БКБшкой. Куб будут раскладывать. Куб падает. Агрессив получает стан. Рейдж в откате был. Получает Сайленс тоже. Здесь не выиграть армейтом никак. Погибает он. Погибает также гардер, которого не отпустили. Минус три героя. И два персонажа СДС пытаются унести свои ноги. Неудачная атака. Да, если бы не вот эти Т2 товара, которые еще имеются сверху и снизу. Я думаю СДС уже ГГ бы написали. Хотя у них уже наверное руки тянутся. Это сделает. Так, Экзи. Экзи еще не успевает улететь. Его там спалили. Экзи. У нас так и на базу возвращаться. А там надо как-то на базу возвращаться, которая горит. И судя по всему до трона решили пойти. Да, Артизи вгрызается. Очень много урона. Т4 товара долго не протянут. Нужно как-то дефать. Нет, не получится, не получится. Сейчас появится Bounty Hunter, Visage. Есть только еще одну драку проводить. Они, да, они будут драться. А что, 20 секунд? На самом деле за 20 секунд еще и трон успеет упасть. Нет ультимейтов, нет БКБшки. Неужели настолько агрессивно получится играть, ребята? Все есть, все есть. Есть очень мощный СФ, который разваливает все и вся. Ну буквально нужно просто потанковать. Т3 лайфстиллер. Лайфстиллер. Лайфстиллер не дамажит вообще нисколечки. Артизи под БКБ чихал на все происходящее. Разваливает кабину одному, разваливает кабину второму. Сула Самшин. Артизи дерется, но все-таки залетает вагон Аблайд. Очень больно Сумаил. Сула Самшин, Сумаил. Ну, понятное дело, он уже не боец. Но нельзя было так действовать. Конечно, был 2 фирпа, но и все уйти. Стан залетает Фира. Фира тоже не отпускает. Эппд единственный в своей команде, который пока жив, но это ненадолго считает Шики. Поднимает Юл. Станом сверху накрывает. Дальше пошел Грейвчилл. Гартер здесь. Трек лежит. Все правильно, минус 5. Нельзя было там так делать. Ну, все в откате было. 1800 голды. Все в откате было. У них нет ни Дума, нет ни Реквима, нет ни БКБ. Они не могут утратиться. Но они пошли до конца в трон. Это было очень самонадеянное решение, за которое Сидиси их наказали. Ну что, шанс есть. По-прежнему потеряно только медленнее. Конечно, там трон голый стоит, но это уже такое. Ну да, голый трон это неприятно, но играть можно. Если сейчас еще Ярошана заберут, а они походу заберут этого Рошана. Вот это реально лютейший камбэк. Еще и Ярошана забрали. Но пока еще, конечно, не забрали, потому что там сейчас Юниверс может покуролесить. Ну, графики пока особо, конечно, не показывают, что прям все здесь все отыграли. Потому что вперед, много еще нужно выигрывать. Но в целом, то количество денег, которое они получили. Сейчас Сиро Егис очень сильно будет решать. Лайфстиллер Дезолятор себе делает. Да, да, да. Вот так вот он ворон жестко пошел. Ну-ка. Так, Укшот залетает, и... Аегис, Аегис, где он? Ну, пока видно, что как я пропал. Только никто не взял. Да, вот сейчас забирает Лина. Ну, там просто невозможно было прокликать огромное количество героев сумонов. И в итоге еще Юниверс разочек подведанул. Слушай, довольно нелегатное решение в игре против такого количества брони и аур в исполнении агрессива. То есть Дезоль минус броня на противника, чистый урон. Шикарно. Ну, видимо, не чистый урон, а вот дополнительный физ урон. Это круто. Ну да, в ДПС пытается уйти побольше. Не берет никаких там башеров, абисселов. Делает Дезоль. Ну, бюджетный вариант, так скажем. Потому что на самом деле на эти деньги ты можешь купить себе башер, но у тебя на грейд абиссела до грейда абиссела будет очень много. Ну, можно иметь описал, но просто бить в броню. Бить в резиста там порядка 70% ТСФ под всеми аурами находится. То есть лишаться огромное количество урона. Можно снизить броню противника, пытаться так пробивать. Вообще, конечно, очень не хватает ассалт керас на команду. Вот так вот. Зато в артизе сейчас будет кераса. Ему хватает. Ему хватает. Ну да. Противактам по-прежнему ЭГ, конечно, полный порядок. Но немножечко сидеть и денег получили тоже. Ну, посмотрим, как они будут реализовывать, получат новые артефакты. Гардер здесь пробегает. Вот он Фир, который гем потерял, кстати говоря. Есть ноу-бол. Залетает Найт Сталкера. Лина. Где же Лина? Лина. Должна давать раз кастла. Они фокусят они в итоге Фира, которого на самом деле фокусить лучше не стоит. Шики, Артизи, раскастовывает ультимейт. Отогнал всех от себя. А Егис теряет. Гардер тоже погибает. Фукшот, отличный универс по двоей. Агрессив, агрессив по Думан, который вот имеет хороший нетворс, но не сыр, ничего он не прожимает. Просто погиб, словно какой-то крип. Падает так же Куя, пробивает его с руки по карте. Изи, там немножко позамедлился Куя. С Инжен Яша искать работает. И Сноу Болту дает. И по миду надо идти заканчивать игру. Просто идти по миду и заканчивать эту игру. Это год гейм. Здесь уже без каких-либо шансов. Ну вот теперь можно сказать, что у Думаила стопроцентный винрейт на Думе. ГГ. 2-0. Егэ так же, как и в финале Винеров за Интернешнл. Нет, не так же, там они проиграли. Но вот здесь там мейджори в полуфинале Винеров они обыгрывают СДКов. СДКов отправляют они сейчас в сетку лозеров. Сами отправляются, получается, в финал Винеров. Правильно? Правильно. Правильно. Все правильно. 2-0. Хотелось бы, конечно, увидеть в исполнении этих двух команд три классные карты. И в СДС действительно была возможность немножко перевернуть эту игру. И начало было здоровское. Но, к сожалению, мое мнение, как бы здесь играли СДС хорошо, но выбор керри был совсем не какущий.